всем привет встал я значит с утра пораньше заварил чайок и сразу полез в эти ваши интернеты смотрю в инбокс а там ссылка открываю ссылку а там текст офигеть короче юрий фото вла и извините соломонов соломонов конечно же но почему я их все время путаю загадочно так вот этот отважный астроном и непримиримый борец со злой насой решил посрамить скептиков сомневающихся в том что он хоть как-то отреагирует на мое предыдущее видео он отреагировал и тем самым заодно косвенно подтвердил что все-таки посматривает мой скромный видеоблог как кстати и фото владик но это еще не показатель ведь меня много кто смотрит юрочка отреагировал тем что вместо чистости сердечного признания в ну назовем это так в досадной оплошности он почему-то решил прикрыть одно вранье другим враньем результат как водится в подобных случаях вышел и смешным и жалким давайте почитаем что за сс он накатал а затем еще и в комментики глянем для дополнения картины а дальше будет несколько цитат с соблюдением авторского синтаксиса и так сказать пунтаксиса как же тяжело с людьми которые не могут отличать глагол от существительного а реакцию отсутствие окисления железа на воздухе как у той же колонии в деле от пленки не окисляемого железа не юрочка ты уже не прав я прекрасно различаю глаголы существительные прилагательные и прочее междометия но речь сейчас не об этом а о том что ты все никак не можешь отличить мелкодисперсные частицы то есть отдельные крупинки никак не можешь их отличить от пленки то есть сплошного слоя вещества я не хочу переходить на личности но в школе надо было на уроках химии учиться а не к егэ готовиться я тоже не хочу переходить на личности но вот что-то мне подсказывает что когда ты еще только готовился к егэ я уже вполне успешно учился в институте а про химию мы еще поговорим чуть ниже скрин из типичной научной работы которые ютубер явно не читал а вот тут юрочка даже угадал я действительно не читал эту статью но извините статей вообще-то очень много а указанный текст судя по всему непосредственного отношения к теме лунного грунта не имеет напротив я читал статьи опять-таки не вообще все существующие но достаточно важное как раз о лунном грунте а вот юрочка решил на них забить ах да и мне очень интересно было узнать что научные работы бывают такими типичными наверное это означает что если видел одну то видел их все но если так то в чем претензия собственно после того как ютубер перепутал реакцию с минералом я дальше смотреть ролик всего типа не стал собственно с этого и надо было начинать и это кстати многое объясняет ведь критиковать видео которое ты даже не досмотрел действительно очень легко и кого же мне это напоминает не могу вспомнить какой-то интернет маркетолог то ли черняев то ли желтяев нет не помню и юрочка ты снова не прав я не путал реакцию с минералом да кстати непонятный автору слоеный пирог это ничто иное существование в метеоритах трех обособленных друг от групп металлических частиц юрочка причем здесь метеориты береговой тебе по-русски написал что это явление чтобы он там не имел в виду обнаружено в американских образцах изученных в советских институтах и указал при этом на чередование железо окислы железо а ты мне пишешь про железо камасит ты нет если ты не знал камасит это не окислы это природный железо никелевый сплав химию надо было учить они с пиндосами сражаться и раз уж ты берешься цитировать аннотацию научной статьи то указывай хотя бы ее название и не приписывай к тексту свои додумки ну а то что ты подчеркнул красненьким на этом скрине только лишний раз подтверждает что ты рассуждаешь о вещах в принципе недоступных твоему пониманию или ты не заметил как подчеркнул слова стекло на всякий случай тут речь вовсе не про аморфные металлы еще называемые металлическими стеклами или же для тебя стеклянная пленка покрывающие частицы то бишь окислы и силикаты это вообще тоже самое что и железная пленка то бишь чистый металл и кстати если бы ты посмотрел мои ролики по теме лунного грунта то ты бы знал что я упомянул эту стеклянную или оксидную пленку как одну из гипотез объясняющих неокисляемость частиц лунного железа переходим к десерту то бишь к комментариям вот тут юрочка возмущен где написано что он исследован у виноградова вот у виноградова и написано если бы ты его читал то знал бы об этом ну вы проклятые аферисты не дали тебе никаких ссылок а без них ты не в состоянии найти и прочитать книжку ой беда беда а вот тут юрочка разоблачает заднечисловых аферистов и да забыл сказать вроде бы только в 2004 году какой-то американский геохимик описал пленку в грунте аполлона 14 как обычно открытие задним числом да юрочка ты в самом деле забыл об этом сказать забыл указать источник забыл имя этого геохимика забыл посмотреть видео и забыл его понять а так все верно аферисты снова повержены а вот тут юрочка поучает а из серии и верьте блогеру и вот мне даже интересно стало а фото влад он блогер или не блогер но смысле можно ему верить или нельзя наверное он не блогер поэтому ему можно верить ладно а ты у нас юрочка тоже наверное не блогер да ты же у нас астроном и как я слышал жертва а вот тут юрочка опровергает цитировать работу о том что железо не окислилась на воздухе и говорить что это не окисляемое железо да юрочка представь себе если ультра дисперсное железо не окислилась на воздухе в течение как минимум пары месяцев то это не окисляемое ультра дисперсное железо я так понимаю что по бусурмански ты нихт ферштейн но похоже и русский язык для тебя не родной а вот тут юрочка изобличает в какой именно работе ссылку дайте а то какие-то работы не ясные опять предлагаешь верить ютуберу ага верим юрочка ссылки и скрины показаны в видео если ты не знал ссылкой является не только юрл а например название статьи или книги мир не заканчивается на интернете и даже не начинается можешь конечно не верить ютуберу твое право но ты можешь поверить жижисту ты же веришь фото владки как себе ведь веришь не так ли тут к беседе подключился какой-то никита волобоев и задался вопросом более интереснее зачем этот блогер так усердно обсасывает эту тему ему заняться нечем вроде как учился на ядерщика иди работай никита а почему ты обсасываешь эту тему а почему юрочка обсасывает эту тему а почему тысячи уважаемых экспертов коллективно обсасывают эту тему не покладая губ вам что нечем заняться заводы простаивают никита иди работай или у тебя какая-то уважительная причина есть и кстати я никогда не заявлял что америка или тем более украина эта цивилизация которой надо стремиться никита ты тупо соврал зачем никита юрочка решил поддакнуть коллеги с учетом того что он не знает что такое слойка говорить что он учился очень странно ядерщик не знающий о слойке того же лаврентьева это сильный показатель применить подобное к геохимии ну никак знания не позволяют юрочка я удивлен ты знаешь о слойке лаврентьева и даже можешь применить подобное к геохимии да к сожалению я недостаточно умен чтобы уловить смысл шутки которые ты связал структуру ядерной бомбы со строением частиц реголита но твои способности к телепатии конечно же весьма впечатляют ведь ты однозначно уверен в том что я знаю а чего не знаю юрочка сделал важное дополнение удивительно еще и то что блогер взялся критиковать приводимую мной цитату из берегового но даже и не понял почему я ее взял она лучше всего описывает пленку юрочка я ни в коем случае не критиковал эту цитату я прекрасно понимаю почему ты ее взял я всего лишь скромно указал что береговой к исследованиям лунного грунта непосредственного отношения не имел следовательно его мнение вряд ли можно считать более весомым по сравнению с мнением ученых занимавшихся конкретно этой темой а они пишут вовсе не про пленку железа а про ультра дисперс ные частицы он там еще продолжил что-то писать но сказанного вполне достаточно если бы юрочка промолчал то это было бы в некотором смысле даже разумно впрочем ожидать разумные реакции от луноборца это уже слишком наивно в качестве финального аккорда шедевр несомненный шедевр от химического гения